приветствуем всех на youtube канале интернет магазин пряжи пряжа.су сегодня мы подготовили для вас подробный видео обзор пряжи от итальянского бренда bbb пряжа сегодня у нас будет bbb full на канале регулярно будут выходить выпуски мастер-классы и обзоры пряжи чтобы не пропустить новинки подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик только в этом случае вам придет уведомление о новом выпуске предлагаю рассмотреть моток поближе и что пишет производитель на этикетке хочу также отметить что когда берем пряжу в руки сразу ощущается итальянское качество пряжа очень мягкая давайте посмотрим состав у нас идет стопроцентная мериносовая шерсть в одном мотке 50 грамм и в 50 граммов 90 метров также пряжа производится в италии и теперь можем посмотреть какой номер спиц рекомендует производитель спицы номер пять пять с половиной крючок номер четыре что касается расхода пряжи здесь нам хватит два моточка на шапку с отворотом давайте также посмотрим про уход что пишет производитель стирать вручную при 30 градусах при полоскании вода должна быть такой же температуры как и при стирке мы мокрые вещи не отжимаем и не выкручиваем сушить их нужно в разложенном виде также не отбеливать гладить при низкой температуре и запрещена сушка сушилки для белья хочу показать образец узора который я подготовила вязала я из пряжи номер 9904 рассмотрим его поближе я специально вставила резинку и лицевую кладь пряжа очень хорошо держит форму резинка такая у нас будет и для шапки подойдет и также подойдет как планка для кардигана вставила лицевую кладь чтобы вы посмотрели она довольно таки плотно вяжется производитель пишет на этикетке что рекомендуют спицы номер пять пять с половиной но я вязала на размер меньше рекомендую вам также спицы номер четыре четыре с половиной тогда полотно получается более плотное и упругое спицами номер пять пять с половиной и полотно получается более рыхлое полотно получилось теплое и непродуваемое что хорошо при вязании зимних аксессуаров это могут быть шапки шарфы и варежки и манишки пряжа би 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 фу отлично держит резинку и прекрасно будет смотреться в косах и оранах косы мы часто используем в шапках обратная сторона также изнаночная красиво смотрится я оставлю вам ссылку на этот мастер-класс на вязание этой резинки и также планки планку можно использовать в кардигане под пуговицы хочу вам напомнить что если вы будете вязать большое изделие могут попадаться узелки поэтому эта пряжа идеально подходит для детских изделий маленьких и для аксессуаров давайте посмотрим скрутку она идет довольно таки плотная я уже посчитала здесь получается 8 тоненьких нитей можем разделить посмотреть здесь у нас идет 3 так минуточку и здесь у нас идет 245 у нас идет скрутка из 8 тоненьких нитей теперь предлагаю перейти к цветовой палитре и рассмотреть каждый представленный цвет поближе рассмотрим цветовую палитру на сайте представлено более чем 40 цветах пряжа я сегодня для вас подобрала только 12 они самые популярные и востребованные мы рассмотрим каждый моток ближе мотки идут как вы заметили уже от ярких до приглушенных тонов то есть у нас есть темные есть светлые есть более яркие есть приглушенные есть пастельные тона ссылку на интернет-магазин пряжи пряжа .су оставляем внизу в описании под этим видео вы сможете перейти и оформить заказ также оставим для вас адрес на наш магазин вы можете приехать и продавец вам поможет подскажет и сможете купить пряжу давайте рассмотрим каждый цвет отдельно первый моток у нас идет цвет брусничный это идет номер 19 он красиво будет смотреться в детских изделиях именно этот номер далее у нас идет второй моток под номером 1708 название у него пыльная роза он будет хорошо смотреться в шапочках и шарфах рукодельницы в инстаграме смотрю вяжут именно из таких оттенков у нас розовая палитра представлена в разных тонах поэтому можно подобрать на любой вкус третий номер у нас идет серо-розовый номер 1607 он более такой приглушенный цвет красиво смотрится также в наборах шапочка шарф перейдем к номеру к четвертому мотку номер у него идет девяносто девять шестьдесят пять называется терракот он не красный он более приглушенный цвет также красиво смотрится до цвета более такие показываю осенние следующий номер у нас идет темно-лиловый номер 10 6 моток у нас идет под номером 1707 у нас идет цвет розово-бежевый я специально подобрала вам сегодня такие оттенки чтобы вы посмотрели между собой что они отличаются и гармонично все смотрятся поэтому можно выбрать абсолютно любой от ярких до приглушенных розовых розовых тонов давайте перейдем к седьмому мотку седьмой у нас семьдесят восемь два ноля это молочный цвет и восьмой моток у нас идет белый цвет под номером 100 посмотрите они отличаются также между собой гармонично смотрится с розовым цветом и перейдем девятому мотку девятый моток под номером 303 цвет серый серый также можно скомбинировать с молочным серый можно скомбинировать с розовым и с яркими оттенками нам осталось рассмотреть три цвета перейдем к следующему номер 302 светло-серый меланж отлично смотрится с темными оттенками он будет хорошо смотреться в мужских шапках и светлый и темно-серый остался нам жемчужно серый под номером 9501 и 12 последний моток под номером 9904 светло-бежевый цвет из этого цвета я вязала образец я вам уже показывала ссылку на мастер-класс оставлю внизу в описании под этим видео на такую красивую резинку спасибо что сегодня были с нами мы рассмотрели пряжу bbb full от итальянского бренда стопроцентный меринос рассмотрели с вами 12 мотков разных цветов поэтому вы сможете сделать заказ на сайте или же лично приехав в магазин ссылку оставляю внизу в описании под этим видео подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео обзоры и до следующего видео до свидания